Вот эти занятия начались уже в 1991 году, с года основания Потеряевки. Они проходили на территории, где коровы загоняют. И там у меня одно строение есть, трёхэтажное. Балерина называется, расширывается башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. На нижнем этаже разные там хомуты, велосипеды хранились. На втором этаже самый большой архив. Речь идёт о сотнях килограмм, может быть. Газеты разные, для будущих потомков написано. На нижнем этаже там ещё и большой жилетный сваренный лазь называется. Большой, несколько кубометров. Продукты разные хранить от мышей. Что не всегда удаётся. А на втором, там специально сделали нары такие, как бы. Но по ширине всегда не меньше метр восемьдесят. Потому что мы не знали, сколько людей приедут. К нам написали письма полторы тысячи человек. А разрешили мы приехать только троим. Ну, нужно, чтобы человек знал условия. Он не лжёт, не пьёт, не курит, не матерится, не ворует. И доказать это. И были средства построить дом. Подсобное хозяйство. Купить скотину. Ну, то есть, и как сбывать, куда ездить. Это не одного дня дело было. И вот эти занятия я проводил по воскресеньям. По тематике. Откуда тему брали? Ну, вот оно видно, где возник человек, который стал творить всякие пакости. Он потом ушёл к баптистам. Потом ещё куда-то. Сейчас сидит дома. Он стал развратищить, совращать жён. И были падшие от него. То есть, совершенно человек потерял веру. А он был близок мне. Он был единственным, кому мы даже платили как бы небольшой оклад. Он по соседним деревням ездил в школах и благовествовал. Там называется здесь и фамилия, и имя, и всё. Жена его осталась. У нас Клерошенко. Вот она работает. А дети, все у него, конечно, пали. Ни одного здесь нету. И нельзя ничего было сделать. А как сохранились эти записи? Маленький магнитофон был, кассетный. У Игоря Барабаша, старосты. И он это записывал. И вот здесь нету аминь. Почему? Они оборваны. Все занятия оборваны. Вот, допустим, к нам приехал кто-то. Значит, тема гостей. Начался дождь. Дождь. Если даже то ли построили, тема туалет. То есть всё, что... Инструменты привезли. Для всех раздавали инструменты. Инструменты. То есть тема очень интересная. Но тут нужно сказать, что про интернет. И мы ничего не знали. Ничего этого не было. Я к каждой проповеди готовился на этой балерине. На третьем этаже, где была Голубятня и спальня моя. Там я принимал гостей. Как туда залазить было. Всё это внутри. А балерина почему? Потому что подсобный материал, клён. Кривые такие стволы. Вот как ноги у человека похожие. Ну, потом закопали рядом бетонные пастынки. И Павел, наш брат, помог. Чтобы давно уже всё упало. Высокая она. Это здание. Барерина называется там. И вот мы сохранили через Игоря. А потом мне тут один помог сделать. Анатолий Кузьмиш Петеримов. На кассетном магнитопоне. Чтобы ногой включать и выключать. И вот это, что здесь будет? 123 занятия. Сохранившиеся. А может не сохранилось. Сотни. Никто не знает. Это Игорь мне своей плёнки отдал. Я ногой останавливаю и всё печатал сам. Все данные беседы, мной напечатаны. Они не полные. Ну и так много, что услышано. В то время не было никаких поисковиков, которые составил библейский поисковик Тимофей Ха в Вьетнаме. Я могу через 10 секунд найти любое слово и сколько есть. А тогда мне вручную надо было пальцем вводить. Симфонии на неканонические книги не было. Это всё на память делал. Откуда вы это всё помните? Я ежедневно занимался. К каждому занятию я готовлюсь неделю. А занятия в воскресенье после богослужения. Собирались на эту территорию. Там у нас теперь лабос, где хранятся продукты. На железных рельсах поднятый он как от медведей в тайге прячет, так и мы от мышей, от грызунов, от крыс. Как вот всё это сохранилось? Если бы не Игорь Барабаш, этого бы ничего и не было. Но как я сейчас сижу пальцем, веду там по симфонии, ищу слова и поэтому в цифрах, может быть, в сегодняшнем какое-то разночтение. Потому что я брал в одном падеже, а там разные другие были. Мог и пропустить. Но приблизительные, я заранее как бы оговорюсь, почти точные. Там написано 47 раз, берегите, а может быть 48. Сегодня я знаю на 100% точно техника. Тогда это всё делал на память. Как сораблятцы говорят, на память. И вот это нужно людям дать знать. И уже тогда были какие разночтения. Что он отошёл, и вот это головёшки летят. Это пророческий сон был. Никто не знал, где он безобразничает и что летит. И его нельзя было выжить. Тогда первый крестный ход сделали вокруг его усадьбы. И его вымело оттуда. Но он продолжал гадить, распространять мерзости. Вот сейчас ролики против меня составляют, а мы ваалом, и как только не называют. Их Господь страшно покарал. Кто к нему был прилепленный. Нельзя говорить даже, что с ними Господь сделал. Настолько ужасные казни пошли. Не от нас. Нет. Никак. Мы только молились. Поэтому эти занятия, это не проповеди. Это занятия. А на занятиях можно называть имена и всё. В храме этого нет. Никогда, ни разу, нигде. О чём сказал Златоуз. Сегодня священники не знают об этом. И против меня говорят, называя имя, фамилию. Златоуз, говорит, запрещается это. И под причиной той-то всё показывает. Человек услышал, обнаружили. Он засиделся и больше никогда в храм не придёт. А это, как говорится, домашние дела. И они иногда где-то в воскресенье ездили. Ворову на этом покупали на полях пшеницу. То есть они во всё тяжкое пустились. И сколько их было, их фактически вымел Господь всех, кроме одного человека. Который из-за жены держится ещё здесь. Вот это нужно, чтобы люди знали, как это всё идёт. Но эти люди в наших молитвах отошёл. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»